Развивающие игрушки это тот мир, в который каждая молодая мама попадает и вообще не понимает, что там в них развивающего и точно ли они это развивают или только обещают на упаковке. Как понять, что игрушка правда полезная, спросим у Екатерины Чемровой, психолог, педагог, игропрактик, эксперт нашей программы. Доброе утро. Доброе утро. Все ли развивашки-развивашки на самом деле? На самом деле нет. Почему? Родители часто видят игрушку, в которой есть куча всего и думают, вот это она самая, я ее одну куплю и она все разовьет у моего ребенка. Это работает совсем наоборот. Чем меньше различных ярких деталей, тем больше пользы будет для ребенка. Потому что когда в развивайке вот эти безидомики, в которых на каждый миллиметр задействован, ребенок не может сфокусироваться, его нервная система наоборот перегружается. Он по итогу психует, все это выбрасывает, потому что ему тяжело сконцентрироваться, и для него это наоборот напряжение. Если мы выбираем развивашку, то лучше, чтобы там было поменьше деталей. Я вот сегодня взяла. Поэтому дети так любят играть с какими-то простыми бытовыми вещами. У меня с кастрюлями играло прекрасно. Открываешь шкаф ребенку, и ты пока готовишь, она там что-то уже наводит в свои порядки. Да, и это самая лучшая развивашка, на самом деле, потому что ребенок учится использовать по-разному этот предмет. Он туда вкладывает другие маленькие игрушки, достает. Входит, выходит. Он развивает моторику, да. Он учится перемешивать. Если это мелкие какие-то, мелкая крупа какая-то, то это еще и развивашки. Макароны идеально. Да, если они еще и сваренные с пищевым красителем, это вообще занятие на несколько часов. Это хорошая или плохая игрушка? Вот это хорошая игрушка. Чем? Здесь мало деталей. Во-первых, ребенок развивает моторику. Он учится запихивать свои маленькие ручки через веревочки. И безопасные, да, главное? Да. Есть веревочки, есть посложнее уровень. Плюс здесь разные фигурки. Мы можем изучать цвета, формы. Фактуры. Фактуры разные, да. То есть здесь сенсорное развитие идет. Помимо этого, есть еще и сортер с одной стороны. Мы выбираем в зависимости от возраста ребенка. Сначала он достает через обычные веревочки. Затем через клеточку из веревочек, потому что здесь уже нужно больше ловкости. С детства приучаем, да, российских детей к клеточкам? Да. Затем начинаем называть цвета. Четыре базовых цвета. Нам сначала нужны красный, зеленый, синий, желтый. А потом начинаем изучать форму. Подождите, а если ему два месяца? Два месяца? Ну, мы не называем цвета, мы просто... А мы ему называем, как бы, и он... В два месяца он и не будет сюда руки пихать. Вот, кстати, а про возраст. С какого возраста должны появляться у ребенка эти развивашки? Ведь в два месяца они же, правда, ему не нужны. У него еще там зрение такое, что для него и люстра развивашка. Сначала черно-белые картинки, либо вот тот же самый коврик, мы кладем его на развивающий коврик и ставим черно-белые картинки. Он начинает крутить головкой, естественно, мы переворачиваемся в разные стороны, переставляем эту картинку. Затем этим самым мы провоцируем его переворачиваться. Когда ставим, либо вешаем игрушку, одну игрушку поближе, он поворачивает головку и начинает к ней тянуться. То есть мы здесь развиваем как раз-таки своего ребенка, пока он маленький. Многие игрушки пишут, что с четырех, с шести месяцев. С шести месяцев на самом деле это оптимально, давать ему какие-то предметы, которые он начинает хватать. Потому что в шесть месяцев вот этим он еще не будет заниматься. Это будет ближе к восьмим месяцам, когда у него уже появится интерес. До этого мы находимся с ребенком, мы делаем ему массажи, называем его части тела, поглаживаем, для того чтобы он искал, как раз-таки находил этот контакт со своим телом, понимал, где его границы. Можно ли навредить какой-то развивашкой? Сейчас их такой выбор, и такая тебе, и такая, и такой формы, и такой яркости, что-то вредное в них может быть? Вредные мелкие детали. Если мы берем какие-нибудь дешевые, те же самые погремушки, они очень легко ломаются, там маленькие шарики. Легко достаются, разваливаются они на эти маленькие составные части. Вот даже у нас была юла, и ребенок ее сломал, ему нравится играть с одной из частей этой юлы. Мы ее оставили, и тут недавно я смотрю, а там какая-то маленькая пипка. Я ничего понять не могу, где он вообще ее нашел. А потом я поняла, она была, я даже не заметила, потому что вроде как цельная деталька, а она внутри, эта пипка была вставлена. То есть, по сути, если бы я вовремя не повернулась, он бы ее попытался съесть. Так, подождите, ну вот это тактильно, да, что можно пощупать. А вот из своего личного опыта есть игрушки, которые на слух, которые раздражают очень сильно родители, музыкальные, вот этим можно как-то навредить? Если это очень громкие звуки, то да, здесь нам важно, чтобы, во-первых, либо изначально звук был не такой громкий, что он раздражает слух и ребенка в том числе, который только развивает его, либо чтобы была громкость. Плохие какие игрушки, которые, у которых есть только один функционал. Например, только телефон, что ребенок ничего с ним не будет придумывать, ничего с ним не будет делать. Он пищит, он мигает, больше никакой функции он не несет. Когда мы даем ребенку какую-то игрушку, мы должны задать себе вопрос, а для чего мы даем? Чтобы отвлечь его, да, он с мигалками, пищалками будет сидеть и залипать в них, вот именно залипать. Мы это даем для чего? Чтобы у нас освободилось время, например. Ну окей, я понимаю мою цель, но надолго я не буду давать, потому что это также перегруз нервной системы. Либо я даю ему вот такую игрушку и думаю, ага, здесь он будет развивать моторику. Либо он также будет этим занят, пока я занимаюсь своими делами, но я буду наблюдать и называть то, что он делает. Например, достал, вот у нас любимая желтая деталька, все желтые предметы ребенок достает. Что я делаю? Я называю всегда желтый цвет. Да, пока ему еще рановато, он только будет знакомиться с различными цветами. Это называется зона ближайшего развития. Но как только он берет предмет, я называю цвет. Только один пока. Когда он уже освоит этот желтый цвет, мы перейдем к другому. В общем, выбирать даже обычные игрушки нужно правильно. Я сейчас не просто так забрала именно эту конструкцию. Каждый родитель, наверное, выбирая развивашку, очень хочет, чтобы из его ребенка выросло что-то путное. Вот если не будете слушать советы Екатерины Чемровой, вырастет вот что-то такое. Давайте будем аккуратнее в выборе игрушек и все рекомендации учитывать.